В этом видео работает практикант. Он учится и делает ошибки. Учитесь с нами, делайте сами, делайте лучше нас. Кровельный инструмент покупайте на сайте. altesdefis.td.ru В описании и потом будет рекламный ролик в начале и в конце видео. Вот что мы еще сейчас сделаем. Вот мы сделали ослабление, проверяем. Как у нас тут? Великолепно, все, видите, круто. Все попало, все совпало. Так как мы учимся, надо все время проверять по правильному шаблону. Ну и теперь, теперь мы заворачиваем полностью, полностью. Тоже помогаем картину немножечко отгибаем кромочку вниз, чтобы потом рамкой можно было повернуть слегка. Немножечко так отгибаем. Видно, что здесь угол теперь такой уже немножко поменьше стал. Вот так это все выглядит. А можно, можно теперь, железо мягкое, хотя тут такая толщина. Так, ну все, теперь у нас осталось. У нас еще операция будет. Это нам больше ничего не нужно. Вот, а сейчас все уберем. Вот, все это уберем. Так, это еще. Так, надо все уберем. Так, надо все уберем сейчас. Так, надо все уберем. Так, надо все уберем, конечно. так вот все мы сделали хорошо теперь мы это все догибаем переворачиваем рамку она у нас была вот в этом положении вот в этом положении а теперь мы ее переворачиваем вот так вот рамку универсальная почему называется и теперь мы закрываем вот это прижимаю так сверху вот раз видите берем не полностью вот чуть-чуть постепенно рамку держим ровно вот это часть точно горизонтально вот так вот нажимаем так сверху надавливаем надавливаем на ручки вот закрылась даже такие звуки издает вот у нас получается довольно таки прилично тут все вот ну и чтобы аккуратно все это отогнуть применяем сначала заваливаем вот этот гребень здесь есть такое правило расстояние вот это расстояние должно быть не меньше 150 то есть гребень который мы заваливаем должен быть подрастая не меньше 120 лучше 100 150 где-то 120 150 не меньше то есть мы вот досюда досюда мы должны его завалить чтобы нам вот это все потом поднимать можно было аккуратно ну все мы теперь завалили ну а теперь такой вот киянкой может давшие виды деревянная киянка тоже используется но и чтобы полиуретан вот здесь вот на гвоздях ну чтобы не царапать если там у нас железо будет с полимерным покрытие деревянка то она царапать ну и вот у нас вот тут вот есть линия 10 миллиметров вот мы ее сейчас сейчас по этой линии мы мы отрежем вот у нас 10 миллиметров вот у нас вот у нас должна совпать линия правильно вот для контроля для контроля можно конечно очертить уже все линии еще вот эти все линии тут уже столько линий вам надо вот эту линию совместить то есть вот к этой линии нам надо вот она вот она вот она вот она побоить 10 миллиметров продолжить просто вот так вот ее установить чтобы у нас такой рез был аккуратный красивый рез вот красивый рез вот вот его и вот Субтитры сделал DimaTorzok